Что? Мужская половая система. Да, вот такой интересный у нас муляж с вами, ребята. Боковая проекция, как бы сагитальное положение. Значит, какие элементы мы можем здесь увидеть? Наружный половые органы – это пенис. В мошонке располагается яичко с придатком. Вы видите, вверх поднимается фуникулюс сперматикус, да, который проходит через паховый канал, потом будет распадаться. Вот это у нас мочевый пузырь, я сориентирую. Вот это мужские половые органы, мочевый ученик, дуктус дифференс, ампула. Вот это семенные пузырьки, это предстательная железа. Значит, яичко, тестис располагается в мошонке, парный орган. Значит, различают экстремитес супериор, экстремитес инфериор, марго антериор. Ну, это, естественно, диспозиция немножечко не такая, вы же понимаете, демонстрационный препарат. Значит, марго антериор, марго пастериор. Ну, как мы их отличили? Марго пастериор прилежит эпидидимис, то есть вот это вот придаток. Он является индикатором, который указывает на заднюю поверхность, задний край яичка. Далее, есть еще две поверхности. Одну из них мы видим, эту поверхность к нам обращена. Это фациес латералис. Как я определила, почему не медиалис? Между придатком яичка и, собственно, яичком мы увидим с вами синус эпидидимис. Который открывается в латеральную сторону. Соответственно, противоположная сторона является медиальной. У меня к вам вопрос. Какое это яичко? Правое или левое? Придаток. У придатка эпидидимис прилежит к задней поверхности яичка. И у придатка можно выделить части капут эпидидимис, корпус эпидидимис и кауд эпидидимис. На головке есть рудиментарные структуры, типа как аппендикс эпидидимис и аппендикс тестис. Сейчас я постараюсь повернуть, посмотрю. Ну вот один виден точно, а вот второй видит, ребята, посмотрите. Аппендикс эпидидимис, аппендикс тестис. Рудиментарные структуры. Далее синус мы с вами уже видели, я показывала. Мы можем посмотреть с вами пути введения семени и мочи и строения предстательной железы. Простата. Здесь хорошо видно на сагитальном сечении ее части. Одна доля, в данном случае осталась только правая доля, и фрагмент перешейка или средней доли. Левую я сняла. Вот как мы определяем это перешейк? Смотрите, это идет уретра, ее парспростатика, вот тут остеум интернул. Вот это идет проток. Дуктус дефференс суживается, и он соединяется с дуктус экскриториус. Такой коротенький дуктус эякуляториус проходит. Вот там, если присмотреть, такое маленькое отверстие, видимо, это дуктус дефференс. Они внутри в простате сливаются. И вот в месте падения дуктус экскриториус, дуктус дефференс, парспростатика уретра формируется малюсенький фрагментик. Это перешейк предстательной железы или средняя доля. Вот именно увеличение, это зарастание в средней доле может привести к сужению парспростатика уретра и формированию аденомы предстательной железы. И, соответственно, нарушение процесса мочеиспускания у мужчин. Место, где открывается семя выбрасывающий проток, дуктус эякуляториус, получило название калликулис семиналис. Там внутри есть небольшое скопление губчатого вещества, которое наполняется при эрекции кровью и закрывает просвет парспростатика уретры. Уретры происходит эякуляция, и это блокирует смешивание мочи и спермы в уретре. Мужской мочеиспускательный канал уретромаскулина состоит из трех основных частей. Первая часть – парспростатика. Она достаточно короткая, около трех сантиметров, и начинается остеум уретры интерну, продолжается и переходит в парсмембранацию. Парсмембранация пронизывает промежность, она самая короткая и самая узкая, около 1 сантиметра, и затем она переходит в самую длинную часть постоянного размера. Это парспангиоза. Парспангиоза располагается в губчатом веществе полового члена, подходит вниз и расширяется, образуя вот здесь фоса навикулярис, ладивидную ямку, которая потом будет заканчиваться и переходить в остеум уретры интерну. Вот у меня вам вопрос. Как вы думаете, для чего необходима эта ямка? Зачем она нужна, фоса навикулярис, в уретре? Половой член, пенис, наружный половой орган мужской, в нем различают части. Вот эта часть называется радикс, корпус и гланс-пенис. Место соединения это кулюм. Корень полового члена. Смотрите, ребята, вещество расходится вот здесь, тело, и вот тут между ними, вот это вот две ножки, круз, а пенис, а вот это, это будет луковица, бульбус. На головке полового члена вот такая выступающая структура, она называется коронагландис. Это элемент головки полового члена. Значит, сверху головка прикрывается кожной складкой, которая называется припуциум. Между головкой и припуциум тянется вот здесь будет френулю припуциум, внутреннее строение полового члена. Если мы посмотрим на разрезе, ребята, мы увидим, что оно состоит из двух тел. Парное тело – это корпус кавернозум, и непарное тело – это корпус спангиозум. Корпус спангиозум образует тело, нижнюю часть, основная часть – это головка, и луковицы полового члена. А луковица является частью корня, а корпус кавернозум образует тело и две ножки, которые тоже образуют корень. Если вы присмотритесь, то вы увидите, ребята, что через корпус спангиозум проходит уретро. Так как здесь такой специфический разрез, то можно вот здесь посмотреть. Вот она. И вот та фоса навикуляриса, о которой я говорила, когда описывала уретромаскулинум. Редактор субтитров А.Семкин